всем привет в этом видео я расскажу как собрать коробку на ктм хусаберг сгварна в нашем случае мотор т300 ну так нет итак коробка у нас раскидана ну как бы не вся вот так немножко как бы если вы допустим разобрали у вас все повыпадало как бы это для вас видео а если полная разборка просто не стану полностью разбирать итак у нас 1 устанавливается вторая скорость большая шестерня это вторичный вал где звезда сидит устанавливается потом 6 с зубьями под как бы под вилку девилочки нас бегают потом устанавливается ну то пятая скорость 4 скорость побольше 3 чуть побольше видите идет пирамидкой и потом устанавливается стопорное колечко потом ну то есть шайба и стопорное кольцо потом шайба устанавливается а то есть нет стопа то устанавливается от этого еще одна вот таким вот образом так 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 давай давай чё то она у нас не хочет у нас выключили свет на улице ливняка просто жесткая вот вот так вот устанавливаем елочкой вторая пятая четвертая третья ой стоп что я говорю ладно кофе ну да вторая пятая четвертая третья шестая потом у нас идет шайба вот такая потом подшипник вот эту шестерню первую самую здоровую устанавливаем вот так вот у нас свет походу дали пацаны у нас появился свет потом шайбочка в конце на вторичном валу у нас здесь нет никаких шайб вот здесь только одна собрали дальше вилочки если вас рассыпались устанавливаем вот в таком положении острыми вырезами наверх хобби по ходу движения вот так вот так устанавливаться не забываем про пружинку далее вот этого куда у нас вот так будет видите тоже тонким вырезом отличие у вилок у этих более острые кончики это другая чуть-чуть первичного вала всего одна далее первичка сам вал шестерня если вам если написано скажу какая нет ада написано у нас выключился свет так 26 зубов 1 устанавливается 26 зубов самая маленькая запрессованная которая ну как бы и есть сам вал потом 26 зубов потом переключать переключение также елочки с меньше на больше потом у нас идет стопорное кольцо не шайба стопорное кольцо потом шайба а потом подшипник с той стороны от стопора потом у нас идет шестерня с небольшой выработкой на 25 зубов на такие короткие перенадочные числа вот потом устанавливается вот эта шестереночка у нас вот этим как бы упорчиком вовнутрь наружу наружу у нас шайба просто будет вот так потом шайба можно эту звезду перевернуть неправильно поставить как это все проверить это все очень просто прикинуть к этому валу и внутренние звезды ну как бы если надулось выставить их примерно в одну плоткость и наружные ну крайние так сказать должны быть одинаково если мы перевернем эту звезду да смотрите что будет да она у нас проваливается на пол зуба как бы мотоцикл будет ездить вы ничего как бы вообще не заметите в этом но очень скоро просто раскрошит у вас карабас а так ни на что не повлияет вообще там не будет задевать другие зубы далее берем наш валик все отмытое собираем вот сюда вилочки если я поставлю камеру и покажу это как делать и так далее далее берем первый вал не теряем шайбы и пружинки эти пружинки можем потом установить берем второй вал с вилочками зацепился берем наш вал так сказать кабанчик переключение устанавливаем в крайнее положение это центральное тут у нас всего три дорожки вот как все выглядит вот так в сборе вот как все выглядит вот так в сборе и аккуратно пытаемся попасть а вот что и происходит выпадает шайба на первичном валу как бы этого нельзя допускать с этой стороны это не страшно мы ее можем закинуть попозже вот попал центруем белочки можно немножко покрутить поверти как говорится с дрожащими руками вот чуть-чуть не совпало вот есть чуть-чуть подшатать вот так должно пружинить спокойно оба лава все должно вращаться все село на свои места так так далее шайба которая упала со вторички ну и две пружинки как бы это такое вот вот все вращается стены так вот так 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 нахожу и покажу поближе теперь все это колдовство уже на 8 минут нифига себе так вот видите вот эта шайба у нас падала мы ее можем спокойно установить вот карабас у нас какая-то из скоростей стоит сейчас я не знаю какая но это не суть далее сейчас накидываем обязательно вторую половинку можем без коленвала даже и все проверяем в принципе тут все будет в идеале потому что разбиралась ради замены шатуна и все будет устанавливаться так же как и было но мало ли что то вы могли там провтекать поэтому все проверяем обязательно видите шестерни должны быть в одной как сказать плоскости здесь у нас было переключение можем проворачивать его видите как все происходит и шестерни у него он сменяет свое положение включается зацепление вот ну там сейчас включена какая-то из передач как бы ну и все в общем все всем пока буду собирать дальше движок потому что Саня уже истерит там и на улице дождь ему хочет катать вот прокладки на 12 косарей приехали вот в общем все всем пока ставьте лайк и все на мойк все поэтому Продолжение следует...